...основных достоинств. Скажи, прощай, оружие. Скажи, скажи, пока живой. Словно, Дима? Вы узнали. Ну, конечно. Ирина Бабушевская, наша общая и ваша, я знаю, любовь, и моя. Я один из тех маяков, которые, да, без телевизионных ротаций, собирают тысячные и двухтысячные залы по всей России. И своим теплом поэзии отогревает, не знаю, десятки тысяч людей умных, порядочных. Конечно, я как мать против войны. Я не хочу, чтобы мои сыновья шли в армию. Я не хочу, чтобы была даже какая-то возможность причинить им вред в то время, у кого-то была возможность причинить им вред в то время, когда они... Так вас не спросят. Никогда у мамаш не спрашивали в России. Ну и что это тогда обсуждать? Я взяла эту цитату, потому что... Хотела с нами поговорить на тему будущего. Если вы заводите детей, значит, вы как-то его проецируете в голове. Мне трудно это увидеть. Может быть, женская душа это видит? Я не рисую своим детям никаких рамок. Просто стараюсь предоставить им, с одной стороны, да, с одной стороны максимум возможностей для того, чтобы раскрылись их таланты, для того, чтобы они чувствовали себя свободными, успешными, творческими. Вот вашему сыну понадобится хоровая капелла в стране, где есть только нефтяная труба и халуи, которая ее обслуживает. Я не считаю, что в нашей стране есть только нефтяная труба. Я считаю, что у нас есть много чего. Например? Например, под нашей камерой лежат три книжки уже упомянутого Алексея Иванова. Они служат с замечательной такой подставкой. Я на них смотрю... В буквальном смысле метафорическом, да, сегодня? Да, да, да. То есть я понимаю, что вы взяли с полки первое, что попалось под руку по толщине, но так или иначе Алексей Иванов взримо присутствует при нашей беседе. Я на него смотрю, и у меня язык не поворачивается сказать, что в нашей стране есть только нефтяная труба. Хочу процитировать строчку из вашего недавнего стишка, как называл им Бродский. Звольте так их назвать. Не обидит вас? Нет. А мой приятель Волк, великий гуманист. Он знает слово «долг», он помнит слово «честь». Это вы про кого? Есть такой... Про кого вы надеетесь? А вы есть вокруг эти волки? Нет, нет, я на него не надеюсь. Там текст, он такой очень непростой, про очень непростого человека. Я его знала как музыкант. И потом, спустя несколько лет, мне про него сказали, а ты знаешь, что он бывший снайпер. Это произвело на меня огромное впечатление. И этот человек стал героем моей новой песни. Эта песня не про надежду на него. Эта песня про тот сложный комок чувств, который я испытываю по отношению к людям, прошедшим через войну. С одной стороны, мне их жаль, потому что это люди, в любом случае, пострадавшие. С другой стороны, я понимаю, что они обладают неким знанием, точно так же, как люди, прошедшие через тюрьму, которого другим никогда не увидеть. Евгений Матвеев очень любит, ну, очень любит неправильно. Евгений Матвеев несколько раз цитировал, в том числе и в рамках своего фестиваля. Он написал песню на стихи Юрия Добровского, такая лагерная тематика. Он считает, что лагерь и тюрьма, так же, как, в общем-то, и война, они являются способом проверки человека на прочность в невероятно экстремальных условиях. То есть, это такая грань, за которой человек либо ломается, либо сохраняет свое достоинство. То есть, такая максимально жесткая проверка. И это такая грань, после которой, ну, совершенно меняется тоже взгляд. Вот, и вот таким я возвратился в мир, который так причудливо раскрашен. Гляжу на вас, на тонких женщин ваших, на гениев в трактире, на трактир, на какое-то там зло, на добро, в его грошовой сути. Вот, и думаю, как мне не повезло. Это такая попытка процитировать Добровского, на стихи которого Матвеев поет, очень сильную песню про два топора. И, в общем-то, моя песня «Приятель волка», она какая-то попытка отнестись к тому, как вообще к этому надо относиться. Помните, блог по имени 12 пытался прозрить этих будущих 12 апостолов, революции? Он был слишком романтичен в этом отношении. То есть, романтика – это какой-то уже, мне кажется, пройденный этап. Наша жизнь не предполагает романтику. Ну что, может скрипить Россию в ее будущих потрясениях, а они нас ожидают? Это ощущение – воздух наносится у всех. Или вы этого не чувствуете? Конечно, я это чувствую. Мы с мужем регулярно говорим о том, что мы живем в очень непростое, интересное время. Это время перелома. И хотелось бы, чтобы этот перелом наступил. Хотелось бы, чтобы он был наименее кровавым и болезненным. Хотелось бы, чтобы как-то все произошло. Вот вы сами пишите, слушаете песни и тексты, и стихи на фестивалях. Есть ли в этих строчках это ощущение грозящей беды? На фестивалях нет этого. Есть это… О чем люди поют тогда? Люди. О чем можно петь, если не об этом? Люди поют о том, о чем они поют десятилетиями. Они поют… Ну, на самом деле, не очень интересно, о чем они поют. Вас спрашивают, а вы бы написали песню про красных человечков? И как бы выглядел арт-объект, посвященный авторской песне? Где бы он находился? Видимо, они среагировали на наш разговор про Алексея Иванова. Красные человечки для меня не являются символом ничего. Поэтому… А теперь мы с ними живем. Ну, и живем. На самом деле, мы точно так же живем со спанч-бобом, которого прекрасный человек Саша… А вы на улице его видали на заборах, в телевизоре, да? Нет, почему? Его видал мой сын первый, он очень любит спанч-боба. И он увидел вот этот вот трансформаторный короб, который сказал, и сказал, мама, смотри, спанч-боб. Мы с ним искренне порадовались, потому что вот, да, спанч-боб. По большому счету, я хорошо отношусь к тем переменам, которые происходят в ландшафте, в Перми. Я плохо отношусь к скандалам и плохо отношусь к распилу бюджета. А про песню про это вы не напишете? Это к Тимуру Шалу нужно обращаться? Про то, как пилили деньги, ставя нам красных человечков? Нет, я не вижу в этом предмета для искусства. Вот вы с некоторой усталостью и раздражением пишете про фестиваль «Живенькая пилинг», когда вас организаторы кидали каждый день буквально, да, и вы подводили других людей, пытались организовать концерты авторской песни. Они не кидали, нет. Нельзя сказать, что нас кинули, это было бы неправда. Это просто бесхозяйственность русская или это что-то другое? Типа, как бы, по принципу остаточному, вот у нас есть авторская песня, ну выступайте, но там у нас осталась дырка свободная или как? Дело не в отношении к авторской песне. В принципе, весь фестиваль «Живая пилинг» страдает от слабой организации просто потому, что у него нет драйвера. За каждым серьезным фестивалем всегда стоит человек. Один человек? Да. По большому счету, это команда людей, они могут себя как угодно позиционировать, там штаб и так далее. Но в конце концов, в итоге, за каждым фестивалем стоит один человек. И именно этот человек является, во-первых, источником энергии для фестиваля, его двигателем, во-вторых, он несет персональную ответственность за все, что происходит на этом фестивале. Поэтому настолько успешна всегда была камба, потому что это Наталья Шостина. Поэтому достаточно успешно проходит фестиваль движения, потому что это, да, это Александр Чапорухин, пусть он не пермяк, я прекрасно отношусь к Чапорухину, к тому, что он делает. Потому что это фестивали его имени. Роклайн, да, роклайн это был Олег Новоселов, теперь это тянет Елена Новоселова. Это фестивали, построенные на энергии одного человека. Живая перь не имеет персонализации, именно поэтому она каждый год разваливается на глазах. А авторской песне удалось списаться как-то в фестиваль «Белые ночи», другие такие международные акции? Нет, это не востребовано. Их боятся показывать иностранцам? Никто не боится, просто, во-первых, никто не знает, из тех, кто организует эти фестивали, что реально происходит внутри авторской песни. Никто не знает имен, никто не знает текстов, никто не знает каких-то трендов, да. Во-вторых, это ведь не очень зрелищно. Один момент. Неделю назад был концерт Ольги Чикиной и Крис Пурике, организованный по совершенно частной инициативе Тони Казымовой. Она не первый раз в Перми проводит подобные концерты, а тут она организовала целый тур. И благодаря этому туру в Перми, помимо прекрасного рязанского, ну, российского автора Ольги Чикиной, была еще прекрасная американская певица, поэтесса Крис Пурика. Но народу было достаточно мало, ну, во-первых, потому что, да, не очень хорошо, может быть, была организована рекламная поддержка, информационная поддержка этого концерта. Во-вторых, там было еще много событий, которые совпадали по времени. Но девушка, которая накануне была на фестивале «Текстуры», смотрела спектакль «Небожители», потом пыталась мне его пересказать, моя коллега, она, посмотрев этот концерт, сказала, «Боже мой, в рамках того же фестиваля «Текстура» это имело бы невероятный успех. Но «Текстура» есть отдельно, там происходят какие-то вот такие странные вещи. А вот это живет отдельно. А может быть, вам не нужно надеяться на их рекламу, да? Таких персонажей нужно приглашать? Чьи социальные сети? Социальные сети, Влад, не работают. Я хочу сказать, что вот все эти встречи, они как раз были заявлены в основном в социальных сетях. И люди, которые сидят в социальных сетях, им гораздо тяжелее оторвать свою волшебную задницу от волшебного стула и куда-то пойти. Им гораздо проще скачать эти же самые песни, послушать их в своих наушниках и посмотреть видеоролики. Они составили представление, они получили удовольствие, они никуда не идут. Но так как это клубные звезды, поэтому, ну, все-таки они еще, может быть, не доросли до уровня Ирины Бугушевской тоже, да? Когда она сама как бренд. Я тебе хочу сказать, что Крис Пурико – это очень сильный американский, европейский бренд. Он посильнее, чем Ирина Бугушевская. Просто он практически неизвестен у нас. Но если бы у этого проекта была такая же поддержка, как у других проектов, например, того же Александра Чапорухина, если бы были билборды по всему городу, а эта девушка и то, как она исполняет музыку, и то, как она поет, и то, о чем она поет, это достойно билбордов. Это был невероятный концерт. Но это нужны организаторы московского уровня. Только там это можно делать. И то там бывают провалы, огромные залы полупустые. В Москве гораздо тяжелее собрать большой зал, чем в Перми. Все-таки. Потому что там выборов больше. Да нет, на самом деле тут просто нужны ресурсы. И финансовые, и человеческие. У нашей культурной революции эти ресурсы, ну, вот, по крайней мере, до сегодняшнего момента есть. А у авторской песни их нет. Спасибо. Спасибо.